У меня нет радости почему-то, духовной радости. У меня нет христианской радости. У меня нет вдохновения от проповедей. Практически каждый раз, когда я ухожу в собрании, я чувствую вину. Чувствую какое-то время. Вот, казалось бы, приходишь на собрание и хочешь, чтобы тебя вдохновили, чтобы тебе сказали, не переживай, так все классно, ты такой хороший, Бог тебя любит, все будет хорошо. Почему-то слышишь наоборот, о том, какой ты должен быть. Если ты таким не станешь, Бог тебя обязательно накажет. Ты умрешь, ты сгоришь в аду. Ты что, если ты не избавишься от своего греха? И мы слышим о том, каким ты должен быть, а не о том, какой Христос. Мне стало интересно, и я скажу об этом прямо на чистоту. Я посмотрел несколько, может быть, около десяти проповедей разных уважаемых людей, в разных частях нашей страны, адвентистов седьмого дня, о том, какие вот... Мне стало интересно, о чем проповедуют сегодня, какие вот современные проповеди люди говорят. И вы знаете, мне стало немножко не по себе, от того, что я слышал одно и то же, одно и то же, одно и то же. О том, какой ты должен быть, какой ты грешник, и тебе нужно в этом покаяться. Я вижу людей, у которых тоска в глазах, потому что они не знают, что с этим делать. Я понимаю, какой я должен быть. Мне не нужно об этом говорить. Меня учили в школе, меня учили родители, меня учили в детском саду, что нельзя обижать девочек, что нужно дорогу переходить на зеленый свет и так далее и тому подобное, что нужно руки мыть перед едой и так далее. Когда я подрос, меня учили другому, учили в церкви, каким я должен быть хорошим. Но почему-то не получается. И ты живешь под этим постоянным страхом, а вдруг ты не спасешься, а вдруг ты потеряешь свое спасение. И когда людей спрашиваешь, а ты спасен?